Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Улучшение жизни на селе, повышение уровня благоустройства, развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сельских населенных пунктов – все это приоритетная задача органов власти. О том, что делается сегодня в этом направлении, будем беседовать с заместителем министра сельского хозяйства Инны Волковой. Инна Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Инна Вячеславовна, сейчас есть множество национальных, региональных, федеральных и национальных проектов. Это и демография, и здравоохранение, и культура, и безопасные качества на дороге. Какие направления задействованы по линии Министерства сельского хозяйства? Улучшение условий жизни жителей села, благоустройства населенных пунктов, улучшение и развитие инфраструктуры в населенных пунктах республики – это основная задача многих министерств. По линии образования – это в части образования, по линии культуры, культуры и так далее. Если говорить о Минсельхозе, перед Минсельхозом стоит комплексная задача улучшения качества жизни жителей села, то есть комплексное развитие сельских территорий. Такая программа со стороны Минсельхоза у нас уже реализуется довольно-недавно. В том числе в эту программу у нас входит программа инициативного бюджетирования, которая, наверное, многим знакома с 2017 года. Четыре года она у нас реализуется. С 2017 года, когда мы только начинали, реализовывалось только 100 направлений, так скажем, да, 100 проектов. Сейчас же мы уже реализовываем более 800 проектов. Бюджетное финансирование увеличилось за это время на 8 раз. Данная программа очень интересна для населения, потому что в каждом населенном пункте население само решает, куда же направят денежные средства, бюджета именно непосредственно в этом населенном пункте. Скажем так, 40% из бюджетных средств, которые выделяются на эти цели, у нас выделяются именно на строительство или ремонт дорог, которые находятся на населенном пункте. Для администрации сельских поселений проблематично каждый раз закладывают бюджет, скажем так, большие суммы средств на каждый населенный пункт. Если же республика выделяет денежные средства на инициативное бюджетирование, то каждый населенный пункт, жители каждого населенного пункта решают свои первоочередные задачи. Кому-то необходимо починить дорогу, кому-то необходимо починить или построить водопровод, построить большую детскую площадку, о которой мы, наверное, 10 лет назад и не могли мечтать. Самым главным вопросом это при выделении денежных средств, чтобы денежные средства выделялись именно на реализацию вопросов местного значения. Они у нас очень широкие, скажем так, и население само самостоятельно принимает решение, на какие цели в данном населенном пункте направить их. Если говорить о цифрах, например, в этом году, в 2020 году будет реализовано 832 проекта. Если в целом о четырехлетнем периоде говорить, с бюджета выделено более 1,3 миллиарда рублей на инициативное бюджетирование. Данная программа очень востребована, мы это чувствуем. Не на все проекты в этом году мы можем денежные средства направить, но они будут реализованы в следующем году. Ина Вячеславовна, если говорить о конкретных проектах, вот вы сказали, что более 800 проектов Чувашской республики в 2020 году. Какие это проекты? Можно как-то конкретизировать? Что, где жители предлагают отремонтировать? Как я уже говорила, это 40% от всех проектов – это дороги. Дороги населенных пунктов. Крудовые дороги, они тоже требуют ремонта. И население очень активно участвует именно в этом направлении. Многие направляют денежные средства на благоустройство парков, которые в населенных пунктах есть. Мест захоронения, очистку прудов – это очень востребованное направление по инициативному бюджетированию. Инна Вячеславовна, скажите, пожалуйста, а вот как работает эта программа? То есть как люди должны проявлять свою инициативу? Каким образом они работают с этой программой? Здесь необходимо просто собраться с жителем населенного пункта, провести общее собрание, пригласить главу сельского поселения, принять решение о том, что им бы хотелось реализовать в данном населенном пункте. Например, починить забор, построить ворота, благоустроить парк, построить хорошую благоустроенную детскую площадку и так далее. Или починить дорогу, предположим. Собирается население, принимают решения. Но здесь нужно обязательно участие в софинансировании со стороны населения и органов местного управления. Если мы говорим о… как бы на сегодняшний день, уровень софинансирования у нас либо 60 на 40, либо 80 на 20, в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности района. В большинстве случаев население участвует от этих 20%, которые органы местного управления должен вложиться в строительство или ремонт того объекта, который выбрал население. Население участвует где-то в 10-15%. То есть это не такая большая денежная сумма для того, чтобы население не могло себе позволить участвовать в этом софинансировании. Поэтому активность у нас очень возросла, скажем так, за последние годы. Ну да, вот действительно 4 года назад было 100 проектов, как вы говорили, сейчас 800. И люди, наверное, поняли, что это хорошая возможность изменить условия жизни. Да, конечно. Вообще эта программа, она реализовывается в Европе уже давно. Когда ее начали реализовывать в Российской Федерации, все немножечко с опасением относились, как это пойдет. Но уже первый год реализации уже показал свой результат. И население стало более активно. Самыми активными у нас являются Красночитайский, Шемерлинский, Канажский, Парецкий районы. Но если брать по уровню направления бюджетных средств, это у нас самые большие средства у нас направлялись на Цивильский район, Чебоксарский, Красночитайский район. Это более где-то 66-69 миллионов рублей. То есть там реализуются более такие серьезные объекты, скажем так. Ну то есть люди сейчас делают от малого к большему пошли, да, наверное? Отремонтировали дорогу, нужно что-то другое еще делать. Да, людям нравится, да, людям нравится. Если они видят результат, а результат сразу он виден в тот же год, когда они принимают решение об участии в данной программе. Первый год они могут отремонтировать, например, дорогу. На второй год, значит, водопровод. И третий год построить детскую площадку и так далее. Все зависит от желания населения. Ну и люди видят, что к их мнению прислушиваются, с их желанием как-то считаются и помогают. Да, конечно, да, конечно. Есть какие-то планы уже на 21-й год по заявке на инициативное бюджетирование? Конкурсная процедура у нас начнется только в 2021 году, но жители республики уже могут готовиться к этому мероприятию, уже могут готовить документы. Их не так сложно подготовить. Главы сельских поселений знают прекрасно, как это делать. На сегодняшний день мы заложили в бюджете 390 миллионов рублей. На 2021 год, так? На сегодняшний день, да. Мы предложили заложить бюджет на 2021 год 390 миллионов рублей. Но в случае необходимости, при уточнении бюджета, естественно, эта сумма будет увеличена. Поэтому предлагаем всем очень активно участвовать. Те населенные пункты, жители населенных пунктов, которые еще не участвовали в этом программном мероприятии, пусть они участвуют. Пусть увидят, что республике не все равно, что у них там происходит. И чтобы они имели возможность участвовать в благоустройстве своих населенных пунктов. Спасибо большое, Вячеславовна. Сегодня о благоустройстве сельских населенных пунктов и о программе инициативного бюджетирования мы беседовали с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской республики Инной Волковой. Спасибо большое за беседу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok